И снова привет зрители! Я тут покушал вкусненько и сейчас я буду выпрямить конфетки. Сначала хотела его поставить туда-обратно, но в итоге что-то подумала, что пусть он у меня будет перед глазами, потому что тут одно шастает животное. Сейчас я попробую то, что похоже на трюфель. Там был намек на то, что можно это открыть. У меня там 6 гиговых на 40 минут АСМР. И почему нельзя ловить Wi-Fi с двух мест одновременно? Чтобы и камеры выправлять, и видео загружать. Но я сейчас поеду после этого в Абазон Вайбе, забирать заказы. Походу дела волосы в чай свалились. Приеду, буду, ну проверю свет, потом буду перевод делать. Пока делаю перевод с ноутбука, на планшете будет заливаться АСМР. А потом займусь монтажом рецептоковки, посылки вот этого. Вот мне там еще что-то у меня было. И, наверное, я уже свой обзор ухода и парфюма, ухода парфюм-то я записала, ухода запишу уже так просто. Потому что, ну, и так много всего уже сегодня записалось. Монтировать еще нафига. Сейчас я просто по конфетке вытащу. Мне тут чай, якобы белый пион, от Аромаки Чай Кофе. Который мне дважды... Один раз ведь ей вата отказали, видимо, а второй раз просто проигнорили. Мое предложение по сотрудничею с ними. Сначала у меня было чисто YouTube. Ну, там, типа, я бы могла пить их чай АСМР-но, допустим. А потом уже и Алик. Но они как бы сотрудничают с Аликом. Не знаю, чем мой канал и аккаунт не приглянулся. Может быть, я не мамочка в декрете с кучей детей. У меня нет губочек, уточек и так далее. Ну, короче, не суть. Кошка, я дам тебе потом бумажку от конфетки. И это... Ну, с другой стороны, может и хорошо, что они со мной не посотрудничали, потому что их белый пион, ну, совсем не пион. Явно не белый. И весь у них такой один чай, который от 500 рублей за 100 грамм. Он какой-то всегда с ароматизатором. Хоть ароматизатор и не указан. Там, давайте, сядешь ко мне. Мы будем тут это спокойненько комячить. Сейчас я это... Ладно, я сначала конфетки попробую. А то есть шанс, что у нас умыхнут какую-нибудь конфетку. Ух ты, тут Мишка кверху лапками, вниз лапки. Точно, оно это... Оно как трюфель. Трюфель, трюфель. Трюфель. Можно я еще постебаюсь? Причащаюсь. Раба-бужья, Лёля. Это не фото? Может, конечно, надо было бы свет потолочный включить. Кольцевые лампы сюда приволочные. Но мне что-то показалось, что, ну, как при свете дня... Сколько у нас тут сейчас времени тогда? 12.08. Там какой-то снежок фигачит. Хочется сказать, монолитная конфетка. Ну, вот бывают такие жуфли, внутри орешек. А бывают такие труфли... Какой-то это. А бывают еще труфли... Ну, я их трюфелями называю. Они такие вот осенние купола, золотые купола. Ну, не знаю, по форме как треугольник. Обретая шоколадом. Там с вафельной крошкой, еще какие-то там... русские просторы, не русские. У меня с запоминанием название тухо. Короче, оно мне напоминает московский батончик. Вот такие вот батончики. Ну, как батончики. По виду. Вкусная штучка. Это пламя малышового. А! Тормозной эффект. Называется там мой костер. Я думаю, почему пламя нарисовано. Может, это тигр? Что-то у меня в памяти всплывает песенка. Возможно, она переделанная. Переделанная нашей деревней в моем детстве. Мой костер в тумане светит, везде гаснут на ветру. Или это на мотив шумелка мыша. Ну, вы когда-то будете смотреть, если вкусы дайте знать камень. Это вообще, что это за песенка? На деле, мне просто был один поддающий дедушка. Белькоречников. И мостик был. Сейчас-то, как бы, дорога по деревне. А когда был еще и мостик, я не знаю, может, у меня где-нибудь там фотки какие-нибудь есть. Я, мне кажется, видео из деревни я стала снимать, может, с шестнадцатого года уже. Так вот, был мостик. Бревень же ты. И этот дед Коля Чистилов стабильно по нему шел. Ну, он без перерыва был этот мостик. Может, в каком-то году будет какие-нибудь импровизированные перерывы, но мне, как всегда, был без перерыва. Вот два бревна, а через него досочки. Или вот бревнышки вот так. И там по ним досочка. Когда как. И вот он шел. И, по-моему, он, может, он пьяненький шел, что-то спевал. Может быть, он просто шел пьяненький, а мы спевали. Шумел-то мы же деревья гнулись. А ночка темная была. Чего-то там, чего-то там. Мы это как-то переделали. Центр державы. Аня, скажи мне, что тут за, по-моему, христианский памятник какой-то. Вдалеке видно какой-то современный обычный дом. Сколько-то этажей. А впереди этот самый такой. Как она называется это? Часовинка, что ли? Я же с православием как-то не особо. Чоколадная публика Новосибирская. Содержит продукты переработки молока лица, тенцовую, меланшухую, яичную, муку ксеничную. Возможно, наличие незначительного количества арахисок, еще фундука и миндаля. Центр державы. О, тут по низу даже этот россиянский флаг. Я тут сейчас заметила. М-м-м! Вау-бу-попывку! Поп-поп! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Лежит эта кошка у меня на пледике, которая ее... Я взяла коробочку, беру эту кошку, сую ее в коробочку. Вот когда она обычно сама в коробочку леет, и ничего. А тут я ее сую. Она у меня всеми своими компытами с когтями вцепляется. Принесется. Ух-хе-хе-хе-хе! Из плюсов этого чая, который якобы белый пион, он заварки 4 выдерживает. Белый чай, Баймудань, нифига он не Баймудань! Тыкс! Новосибирск Экстра. Тут какой-то тоже храм нарисован с колоннами. Ух ты, тут www.alenka.ru внизу. А тут чего? И тут Аленка. Они все за Алене или что ли? Я как-то просто не в курсах за современные конфеты. И тут тоже Аленка. Или Аленку изначально выпускала вот эта фирма. Фабрика. Или это другая Аленка. Кстати, они это без прослойки. Тут просто бумажка такая. Обычно же еще это металлическая. Я думала, сейчас я открою, там вот металлическая фигнюшка. Она будет скрипеть. Мы будем выпрашивать у меня эту бумажку. М-м-м. Тут орешки молотые. М-м-м. Тут орешки молотые. М-м. Ну как бывает шоколад с каплей с пышта. М-м. М-м. Это практически вся заварка. Конечно, в современной мане 4 конфет с чашками много. Я сейчас одну-две конфеты в лучшем случае с чашкой ем. Та. Жак. Ха-ха-ха! Ля-й-я-я. Ну не обижай мне вот эту конфетку. Так-то я потом по штучкам с чашкой буду. А сейчас уж исключение ради. Вкусненькие. Спасибо, Анечка. Надо сидеть в коридоре. Дали себе. Для искусственных красителей и консервантов. Шуршу подняла башка. Но не идет. Оно похоже вот на ту, которая до этого была. Только менее темная внутри. Тоже с рустяшками. Ну, в смысле с рюшками. Может это называлось тенториум, а не территориум. Я тут вспоминаю, что продвигала массы. То есть три табавушкина подружка. Ну, вот как вот эта вот штука. Только другое название. Тут, по-моему, как-то поприличнее спирта в составе. Ну, он такой, я не знаю, может кто-то не спит, но по вкусу как-то тепло внутри стало. Ну, вот так вот. Вчера такой типа нас был. Сегодня, может, тоже нас. Просто я шла, а там его не было. Ну, с утра кто-то мимо балкона вдвоем шел вот так. Наверное, все-таки был нас как-то так вот. Хлобыть, 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 хлобыть. Слышно было, как шли. Я еще выполнла с балкона. Смотрю, люди идут. С инвуком. Ладно. Чтоб не обидно было. Я специально съела только овощей. Знаете-ка. Чтоб в меня влезло вот это все поштучно. Лепит шоколадной глазури. Экстра. Тоже с этой мишкой. Ух ты, тут 9 штук. Я что-то думала, тут 6, а их тут 9. Да я же обошлась. Сейчас я кину тебе фантик. Сейчас, сейчас. Он не настолько шуршащий, как бывают у меня такие шуршащие конфетки. Но он более шуршащий, чем те конфетки, которые меня на днях угостили. Угу. Обожратушки. Сейчас я налью сюда еще. Так, пока сделаю. Вот так. Ох-ох-ох. Сладкий мунганг. Ммм. Ну и потом убай ему Даня. У него не должны быть такие рваные, ломаные полковистия. Ладно. А без исходности можно его. У меня на самом деле там еще всякий чай есть. Я вчера убирала эту свою сушилку. И немножко так это растрясла полку с чаем, чтобы убрать... Чтобы у меня все убралось, короче. Обнаружила еще какой-то чай. Когда я его покупала, он был вообще от какой-то левой фирмы. А когда я его получила, оказалось, что он тоже от этого аромати кофе. Ну и, соответственно, что пришло, то я... Ну... Получила я совсем не то, чего хотела. Я специально выбирала, чтобы он не был от аромати кофе. А там, видать, какой-то, ну... Фиг знает. Они замаскировались под не себя. Так, и век. Такой слегка кисловатенький. Ну, он как бы сладкий, но он кисловатенький такой. Я что-то давно уже не ела такой вот дефир в шоколаде. Как раньше были в таких коробочках дефир в шоколаде. Я как-то купила ударницу, она с пальмомаслом. Думаю, блин, ударница, ты столько стоишь. Неужели нельзя нормальный состав оставить, как раньше был? Пришлось кормить другим людям, которых Рыни страдает пальмомаслом. Мне кажется, я теперь до ужина ничего есть не смогу. Потому что я наелась. По-моему, года полтора назад я больше сладкого хомячила, а сейчас чего-то как-то вот меньше. Ну, я думаю, что еще хватит. Ну, зато ладонь что-то хватит. Так, теперь горячо. О, у меня остинела. Ну, как бы еще не до конца, я съела, чтобы жевать надо. Видимо, закатила куда-то бумажку. Потому что, когда игрушка куда-то прыгивает, где не достать ей сама, она начинает лукать. Котка, у меня тут еще бумажки есть. Ну, пришла раньше, чем я заметила, чем я уже дедала. Вот, потом хозяин убираться и по всей хате собирать бумажки. Обожратушки. Если бы не то, что я последние три дня большую часть времени сплю, я бы сейчас тоже еще поспал, но надо забрать этой. Заказать? Чего это ты? Я рванула так сюда. Ну, давай, давай. Ну, что, идешь? Ну, идешь сюда, Эля? Не идешь? Тогда я это сама сниму, раз не идешь. Блинчененько попралась. Все, зрители, я попробовал конфеты. Все. Что тут были. Даже осилил зефирку. Это перед этим я поела хорошенько. Ну, не то, чтобы супер хорошенько, но приличную тарелочку овощей с мясом съела. Ох, еще бы надо чай запить просто уже. Просто уже чай попить. Хотя уже некуда. Ну, чуть попаялся просто чай. Чаем запить вот это все. Так вот, спасибо, Аня, за сладости. Спасибо вам за просмотр. Если хотите, чтобы я тут что-то тоже похомячила, можете мне прослать почтой России адрес узнать в личке. Там, в Телеге или ВКонтакте. Одних такой же, как на Ютубе. Или в Инстаграм. Правда, у меня там не всегда сообщения прогружаются полноценно. Короче говоря, или ВКонтакте, или в Телеге. Вам VPN не придется ставить. Так вот, как вот там. Можете поддержать мой канал. Где-то будет облачко. Я скажу вам спасибо. Можете прислать что-то на ближайшую базу выдачи в Озон Вайберес. Не придется на доставку тратиться. Если вы хотите, чтобы я так же попробовала тут шем. Ну и что, я надеюсь, вы тоже чаю попили хотя бы. Или еще что-нибудь там. И как бы, спасибо за просмотр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...